Матч ТВ Кубок Кремля по прыжкам в воду. Сегодня ровно 10 лет, как Илья Захаров, мой друг, партнёр, по комментарию. Ровно 10 лет назад Илья Захаров выиграл титул олимпийского чемпиона, выиграл золотую награду. Илья, мы тебя ещё раз с этим юбилеем поздравляем. Спасибо большое. И Илья Захаров, напомню, выиграл олимпийскую медаль золотую на трёхметровом троплине. И вот сейчас у нас есть возможность посмотреть соревнования финальные, как раз-таки на трёхметровом троплине, но среди женщин. И открывает соревнования одна из самых молодых участниц этого финала Варвара Грузинская, представительница Москвы, плавает, плавает, прыгает за МГФСО. Также мы увидим в этом финале ещё ряд молодых спортсменок. Евдокий Гайдай Турлова, Анастасия Кондратьева, Евдокия Шейд, Виктория Просикова, но и наши примы. Наши примы здесь будут Кристина Ильяных, Виталия Королёва и Мария Полякова. Да, должен быть достаточно интересный запрыг. К сожалению, Елизавета Кузина у нас не выступает здесь, вот стоит рядом с нашей комментаторской позицией. Недавно она в блестящем стиле выиграла кубок «Игры дружбы». «Игры дружбы» и желаем Елизавете здоровья. Да, большая молодец, она показала феноменальный результат по сумме баллов. Наша перспектива, которая даст бой и на мировой арене тоже. Семь, 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 шесть, половина, семь, шесть, половина, семь, семь. Здесь спортсменки выполняют по пять прыжков. И третья спортсменка. Здесь мы по традиции в первом раунде знакомимся со всеми финалистками. Анастасия Кондратьева, 2008 года рождения. Представительница города Москвы. Два стану оборотов вперед вложение согнувших. Хороший прыжочек был наверху. Хорошее попадание в трамплин. Отработала с доской, но была допущена ошибка на входе в воду. Сейчас увидим небольшой переход. Пятки залетели как бы дальше немножко от вертикали. Получает она шесть баллов. В таких погодных условиях при ветре еще тяжелее прыгать трамплин, нежели вышку. Потому что нужно контролировать полностью трамплин. Хорошо попадать в темп с ним. Евдокий Шейд. Еще одна столичная спортсменка. И задний стойки два с половиной оборотов вперед. Неплохой прыжок показывает. Ну а также допускает легкую ошибку на входе в воду. За что балл полтора потеряет с каждой оценки. Аккуратненький. Очень хорошая крутка. Именно за красоту поставят семь баллов сейчас судья. Я хочу сказать, что, друзья, повезло нам. Еще вчера говорили о том, что, возможно, будет сегодня в Москве дождь. И соревнования были под вопросом. Но погода сегодня радует. Благословно нам, да, конечно, удивительно. Пусть есть ветер, и он мешает периодически спортсменам выполнять свои пируэты. Но самое главное, что нет дождя. Виктория Просикова показала нам два с половиной оборота вперед из задней стойки. Чемпионка игр дружб. Хорошая спортсменка, перспективная. Она в Санкт-Петербург выступает в бассейне «Невская волна». Тренируется она по доброскоку Дмитрия, президент федерации, он питерская. Сам двукратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр. И Кристина Елиных. Здесь будет борьба за золото между Елиных, Королевой и Поляковой. Молодежь тоже не сбрасывает за счетов. И с задней стойки два с половиной оборота вперед выполняет сейчас Кристина. Ох ты, как здорово делает Кристина. Высоко, очень динамично. Амплитудно, да. Немножко не получился вход в воду. Так сказать, набрызгало неплохо. Но из-за того, что линия была вертикальная, и прыжок был достаточно высокий, аккуратный, вставит судей 8 баллов. Сумма за этот прыжок 64,8. Выступает за московскую область Кристина Елиных. И Виталия Королева. Столичная спортсменка. Совсем слабенький прыжок почему-то Виталия поставил. Может быть не получался здесь на открытой воде. Может быть еще какие-то у нее проблемы. Но это полтора оборота всего лишь вперед и задней стойки. С таким коэффициентом, конечно же, она не сможет претендовать за золотую медаль. Я могу сказать. Ну и даже в этом легком прыжке она допускает ошибки на входе в воду. Причем высоко отталкивается. Хороший прыжок. Но не получается покосить именно вход. Совсем маленькая сумма 44 балла. Нужно только ей теперь надеяться на ошибки других своих конкуренток. Конкуренток. Мария Полякова из задней стойки полтора оборота берет согнувшись. Мария Полякова, чемпионка Европы. На трибунах присутствует ее мама, которая по традиции приезжает с Машей на все внутрироссийские соревнования. Кстати, Маша, так же говоря, убирает прыжок сложный. Ставит полтора оборота всего лишь. Ну, не плохо исполняет его. Интересно будет поговорить с девочками, но почему они решили довольно-таки слабенькие, легенькие прыжочки поставить. Ну, думаю, наверное, в первую очередь это связано с условиями погодными. И Мария Полякова 47-25 получает за свой стартовый прыжок. И в турнире таблицы лидер утренней квалификации будет лишь только на пятом месте. Ну, а на верхней строчке мы видим Кристину Ильину. Ну, причем солидное преимущество здесь у Кристины Ильиних перед вторым раундом почти 20 баллов. И Варвара Грузинская, 2008 года рождения. Здесь две финалистки нашей юниорки. Вот как раз-таки Варвара Грузинская и Анастасия Кондратьева. выполнена на 20 мм оборотов вперед в положении, согнувшись. Ай-яй-яй-яй-яй, ошибается на входе. Хорошая высота прыжка была. Вращение, но не справляется с открытием и входом в воду. Варвара допускает серьезный переход. Ну, и судя сразу же реагирует на эту ошибку. Мне вчера Варвара понравилась. Она выступала и на вышке. Отличительная особенность у нее. Хорошие входы в воду. И Евдокия Гайдай Турлова. Насколько прыжок. Такое же исполняет прыжок она, как Варвара, но намного лучше. Хорошо наскочила, высоко подлетела. Евдокия. Аккуратное, хорошее вращение. Не совсем чист, но неплохой вход в воду. Анастасия Кондратьевна. Из задней стойки два с половиной оборота вперед в группировке. Анастасия Кондратьева. Пока что она нам два с половиной оборота вперед из задней стойки в положении группировки. 2,7 концентра трудности этого прыжка. Такой же, как и делала Кристина Ильиных. Как были помарки, прям видно было во время прыжка. Что-то было с группировкой, как будто под балл. И мне показалось, она вбок немножко вышла. Но да, так оно и есть. Криво схватило ноги. Немножко из-под контроля вышел прыжок. Анастасия. Судя за эти помарки, сразу же наказывают спортсменку. Родители Марии Поляковой несколько секунд назад нам показали крупным планом. Еще раз скажу, они на все соревнования приезжают к нашим поддерживать. Вот прыжок с насколка. Очень хороший, достойный, едокий шейд. Представительница бассейна школы МГФСО. Измерение стойки на вас, наоборот, вперед прыгнула. Абсолютно. Очень хороший прыжок, аккуратненький. Если бы она чуть-чуть почище поставила вход, то была бы оценка за 8 баллов. 107-10 у нее по итогам двух прыжков и Виктория Просикова. Лидер нашей детской сборной. Юноша, точнее. Ой, какой великолепный прыжок. Очень нравится мне эта спортсменка, высокая понимание у нее есть, как работать со своим... Посмотрите, как высоко. Длинные ноги, красиво. Посмотрите, какая линия. Великолепный прыжок. И все прыжки практически забрала с собой сейчас Виктория. Молодец, Виктория. Достаточно стабильно она выступает. Уже не первое соревнование за ней наблюдаю. Вижу, делает она хорошие успехи. Дай Бог, чтобы у нее все получилось. И внимание Кристины Ильиных. Свой второй прыжок выполнит. Тоже с наскок. Здесь будет 3,5 оборотов вперед. Положение согнувшись. Очень сложный для девушек это прыжок. Хороший наскок вращение. Вау! Вот это да! Молодец, Кристина. Какая молодец! На очень высокой, высочайшем уровне она прям сделала этот прыжок. Хорошо забралась. Плотная складка, быстрое вращение. И достаточно хорошо погашенный вход в воду. Молодец, Кристина. 4 оценки 8,5. Сумма за этот прыжок 77,5 баллов. Молодец, Кристина. Вчера напомню, что Кристина Ильиных весь день провела в компании корреспондентов нашего телеканала Дмитрия Дятлова и Анна Андроновой. Рассказывала им про тонкости прыжков в воду. Виталия Королева. Нужно реваншироваться, ведь первый прыжок у нее не получился. Неплохой прыжок, но я смотрю по программе. Виталий совершенно максимально упростил свою программу. Поэтому в лидерах, наверное, ей тяжеловато сегодня быть. Скорее всего, за тройку сильнейших еще будет бороться эта Виктория Просикова. Она может составить конкуренцию. И Мария Полякова, на самом деле. Интересный запрыг. Видно, что я сейчас не в оптимальных кондициях Виталия. Хотя мне она очень нравится. Смотрите, играет на камеру. Молодец, такая открытая девушка. Хорошая спортсменка. Она очень мощная. Очень мощная, такая амплитудная. Так, Мария Полякова. Два самоборота вперед с одним винтом. Классный прыжок показывает Маша, но допускает ошибку на входе в воду. Она немного прогибается поясница, мне показалось. И было ощущение, что она... Синь, 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 синь. Не хватило ей скорости схватить пораньше руки, чтобы поставить четкую линию входа. Прижимают судьи сразу и получают Маши семь баллов. Ну и вот, смотрим на таблицу. Виктория Просикова на второй позиции идет. У нас в лидерах по итогам двух раундов Кристина Единых. И получается почти 20 баллов. Кристина выигрывает у Виктории Просиковой. Мария Полякова за счет прыжка винтового класса смогла подтянуться в первую тройку. И сейчас отстает от лидера, от Единых, на 30. Один балл. Варвара Грузинская. Два с половиной оборота назад. В положении группировки. Переход допускает. Ошибка серьезная. Хорошее начало. Мне показалось, что было немножко ближе. К трамплину, если бы она открылась бы пораньше. Возможно, она бы могла зацепиться за доску. За трамплин. Ну, не хватает мощи грузинской, конечно же. Молоденькой девочке. Ей всего лишь 13 лет сейчас. Вчера мне она очень понравилась на вышке. Прям входы в воду. Делала хорошие. Ну, для молодой спортсменки такая солидная нагрузка. И вчера вышка. Сегодня командные соревнования. Сейчас трамплин. Ну, не забывайте еще про погодные условия. Да, да, да. Но молодежь и должна прыгать. Все-таки опыт делал наживной. И Калашников сегодня прыгал. Трамплин, вчера вышку. Все брали. Чем больше соревнований, чем больше стартов, тем лучше. Это однозначно. Да, абсолютно верно. Согласен. Нужно набираться девчонкам опыта. И ребятам тоже. И то, что сейчас федерация проводит ряд турниров в разных городах. Турниров много. Это здорово. Отмечу, что в скором времени будет запущен проект. И он уже даже начал реализоваться. Лига чемпионов. Где юниоры выступают. Это проект, авторский проект Ильи Захарова. Да, спасибо большое. Сейчас мы его разрабатываем до конца. Чтобы у нас была возможность у молодых тренеров, у молодых ребят выезжать на соревнования. Учиться соревноваться между собой. Чтобы был интерес приходить в нашу секцию. Чтобы было понимание, зачем мы это все делаем. Евдокий Шейд выполнил полтора оборота вперед-назад из-за передней стойки. Хороший, аккуратненький, чистенький прыжочек. Немножко вперед улетело. По моим ощущениям, далековато было от снаряда. Легкий прыжок. Хороший поставленный вход. Смотрите, как носки тянет. Тут так, как у орла, клюв. Виктория Просикова, открытие пока сегодняшнего финала. Спортсменка из Санкт-Петербурга. И выполнит прыжок из задней стойки два с половиной оборота назад. Наш юный лидер. Перспектива также хорошая. Ай, какая молодец. Ой, какой хороший прыжок. Стабильность, стабильность показывает Вика. Третий прыжок подряд. Хорошо. Буду переживать за эту спортсменку. Очень хороший прыжок. Классное начало. Хорошая скорость. Великолепный вход в воду. Молодец. Вика. Говорит, что я уже готова с вами побороться. Девушки, уважаемые мои старшие коллеги. Она уже подходит к тому, что нужно собирать, усложнять немножко прыжки. То есть переходить с группировки, но согнувшись, и она смело может бороться и с Машей, и с Поляковой, и с Виталией Королевой, и с Кристиной или иных. То есть по России, думаю, что она сейчас находится среди девушек всех на четвертой позиции. Точно такой же прыжок, только согнувшись, выполнит Кристина. Небольшую помарку допускает на входе Кристина. Хорошее было начало, хорошее вращение, но ранее открытие не смогла дотянуть до вертикальной линии Кристина. Получился не так вот. Да, согнувшись, здесь коэффициент трудности 3.0 на 2 десятых больше, нежели в положении в группировке. И здесь, но база, запасы после первых двух раундов достаточно или иных для того, чтобы продолжать лидировать. Тут у меня таблица. Лидерские позиции свои. Виталий Королевой. Точно такой же прыжок из задней стоки 2.5 оборота назад. Хочется амплитуду увидеть в исполнении Виталии. Мы знаем, как она идет. Молодец, очень хороший прыжок показывает Виталий. Высоко, легко, хорошо владеет, работает с трамплином она прямо на нее, хочу заметить. Очень классно. Великолепный прыжок, очень высоко заканчивает. Конечно, сразу же это судится, потому что высота прыжка, расстояние прыжка оценивают судьи. Вход в воду. Все это было. Ну и заслуженные 8,5 баллов даже. Да, 8,5 баллов ставит судьи. Даже одна девятка. Айц. Молодец. А то мы думали, что уже Виталия Королева не будет бороться за призы. Нет, будет. Она такая волевая спортсменка. Мария Полякова с наскока 3,5 оборота вперед. Молодец, Маша. Тоже, как я сначала показал, что будет тяжеловато я выкрутить этот прыжок, потому что был небольшой недоскок вначале. Она потом вжалась, максимально доборолась за свой прыжок, за вращение. Да, спасла прыжок. Хорошо, Маша. Молодец. Красивой Небесной Ласточки. Сегодня в исполнении Ильиных, Королевой, Поляковой. Борьба обостряется. Маша сохраняет за собой третью строчку. Турнир и таблица. А Ильиных по-прежнему первая. Четвертый раунд. Начинает Варвара Грузинская. Исполнена на 20 оборотов назад. С передней стойки в положении группировки. Такая большая нагрузка у этой девочки на соревнованиях. Молодец. Какой хороший прыжочек выполнил. Хорошо наскочила, попала в доску. Хорошо вошла во вращение. Плотная, хорошая группировка. Открытие. Немножко покосило ее в бок, по-моему. Мне показалось. Из-за этого прижали судьи, не поставили восьмерочки. Да, так оно и есть. Молодец. Довольна сама. Так, что у нас по турнирному раскладу. Ильиных выигрывает 8 баллов у Просековой. А в свою очередь Просекова выигрывает у Поляковой 13 баллов. И у нас борьба за бронзу. У Полякова выигрывает 3 балла у Королевой. Так, Евдокия Гайдай-Турлова. Исполнила она 2,5 оборота назад в положении согнувшись. Немножко не получилось у нее показать вертикаль свою. Недоход. Грубая ошибка. И сразу же судья ставит соответствующую оценку. Плечами назад начала Евдокия. Поэтому не получилось ей достаточно быстро и уверенно поднять ноги. Уйти во вращение. Чтобы хватило выкрутить весь прыжок. Анастасия Кондратьева. Она предпоследним месте шла по итогам 3 раундов. С передней стоки назад полтора оборота. Уложение согнувшись. Выпускает ошибку на входе Настя. Да, хотя относительно легкий прыжок. Именно в программе Настя. Но мы видим, что есть по марке. Много брызг при входе в воду. Сам прыжок был неплохой, но не довела руки. Она до конца за уши. То есть в линию не поставила. Не смогла пробить воду и погасить вход. Евдокия Шейд. Довольна. Девчонки, несмотря на даже такую, так сказать, ветреную, не совсем комфортную для выступления, для тренировок погоду. Их дебют в открытом бассейне. Это очень важно. На открытом воздухе, да, действительно. Все-таки есть свой шарм, да, в соревнованиях. На открытом воздухе непредсказуемость. И сегодня мы даже видели по прыжкам с вышки у мужчин, что тот же самый Руслан Терновой. Да. На тех прыжках, где вообще никогда не отпускают ошибки, были по марке. Также у девочки Витокия Шейд показала нам 20 км назад положение группировки. Рановато она открылась после вращения. Итак, открытие этого финала. Виктория Просекова. Просекова. Два с половиной оборота назад из передней стойки. Молодец. Хорошо. Мне показалось, что подумала Вика, из-за хорошего наскока быстрого вращения нужно открыться пораньше. Это было немножко опрометчиво. Рана открылась и не получилось ей до конца дотянуть, так сказать, тело свое до вертикальной линии четко погашенного входа. Небольшая помарка оставит ее, я думаю, стабильно на серебряной позиции. И наш лидер Кристина Ильиних, четвертый прыжок, точно такой же, как и Виктория Просековой. Ах, какой хороший наскок. Ох, ощущение. Только согнувшись. Молодец, Кристина. Немножко не получился вход в воду у нее. Был недоскок. Да, вот мы видим, повторяю, не до конца на край. Она скачила, неудобно было ей войти в вращение. Пришлось спасать. Да, Саману руками показывает, что не доскачила. Пришлось спасать ей прыжок. Не был он такой легкий, как обычно она может делать. Хорошее настроение находится Кристина. Почти все семерки. И Виталия Королева, которая продолжает бороться за награду здесь. После первых двух неудачных прыжков. Третий у нее получился. Вот заднее вращение. И здесь также заднее вращение, но с наскокой, с передней стойки. Такой же прыжок, как у Кристины. Посмотрим, как нам Виталия показывает. Ой, как мощно, как быстро. Вот это да, вот это молодец. Вот это уровень. Очень хорошо сейчас Виталия исполнил этот прыжок. Очень хорошо. Посмотрите на высоту. Весь прыжок выше трех метров заканчивает прыжок. Уже открывается. Класс, молодец, Виталия. Мощная девочка. Понимает, как работать с трамплином. Небольшие брызги вылетели. До конца она погасила. Сам прыжок был очень классный. Молодец, Виталий. Догоняет она, кстати, по сумме баллов. Росикова. Интересная борьба будет в финальном прыжке. Точно. А нет, здесь полтора оборота. Мария Полякова. Полтора оборота. Да, тоже решила упростить программу. Не стала. Такой легенький прыжок для Маши с коэффициентом трудности 2 и 3. 8. 8. Очень добротно его сделала Полякова. Все добротно, кроме входа в воду, скажем так. Ну, набрызгала немножко Маша. Павел Борисович довольный. Показал ей, что все. Павел Борисович Буякин, тренер Маши Поляковой. Тренер Никиты. Вот нам родители показали Маши Поляковой. Спасибо большое. И Кристина Ильяных у нас в лидерах. 10 баллов ровно она выигрывает в борьбе за чемпионство у Виталии Королевой. Просикова на третью позицию. Евгений Евневич, ведущий нашего телеканала. Вчера Женя и Лена Покли выиграли на конкурс среди ведущих. Карен Адамян выступал. Лена Ромашкина, вот Женя Евневич прыгнул с 10 метров в воду. Выиграл главный приз в 100 тысяч рублей. И на благотворительность отправил приз. Большой молодец. А у нас исполнил свой заключительный прыжок Варвара Грузинская. Полтора оборота вперед с двумя винтами. Были допущены ошибки на входе в воду. Небольшой недоход. И непогашенный вход в сам воду. За это судьи сразу же прижали Варвару. Поздравляем ее тоже с дебютом. Молодец. У нас получается в борьбе за золото Еленых у Королева выигрывает 10 баллов. И борьба за бронзу. Просекова у Поляковой тоже выигрывает 10 баллов. Так что в прыжках в воду. Да, все может быть. До последнего прыжка нельзя расслабляться до последнего момента. У женщин всегда такая плотная турнирная борьба идет на трехметровом траплине в этом сезоне. Мы вспоминаем и чемпионат России, и Пензии, и игры дружбы. Хорошие запрыги они показывают. Девчонки молодцы. В большинстве всех прыжков они все делают стабильно. Без грубых ошибок. Из-за этого получается очень хорошая борьба на траплине у девушек у нас. Анастасия Кондратьева. 13 лет спортсменке. Винтовой прыжок. У нас кока. Она допускает ошибку на входе воды. Сам прыжок был неплохой, но расслабляет поясницу на самом входе. Получается прогиб. 6, 3,5, 6, 3,5, 6, 6, 6, 6. И Евдокия шейт. Выполнит полтора оборота назад с полуторыми винтами. Легкий прыжочек с коэффициентом 2,4. Неплохо сегодня Евдокия очень выступает в этом финале. Ну и молодец. Ставит хорошую точку для себя. Тоже можно поздравить ее с дебютом выступления на открытой воде. С хорошим результатом. Прошла она программу стабильно, ровненько, без грубых ошибок. И Виктория Просикова. У нас борьба за медали. Она 20 баллов проигрывает или иных. Но в свою очередь выигрывает 10 баллов в борьбе за бронзу у Маши Поляковой. Два слоя оборота вперед с задней винтом. Ой, молодец, Виктория. Чуть-чуть допускает ошибку на входе в воду. Был виден недоход у Вики, но хорошо погасила она вход. Теперь только все зависит от судей, как оценят они. Да, был видбол явный недоход. Посмотрим, какую оценку поставит судья. 7 баллов. Проходит 63. Два с половиной оборота, пересохнувшись с этой винтом. И Кристина Ильны готовится к своему заключительному прыжку. Точно такой же, как у Виктории. Из передней стойки два с половиной оборота вперед с одним винтом. Ножный наскок, хороший винт. Молодец, Кристина, хорошее выступление показала. Не лучшее свое выступление, но достаточно стабильно. Все прошло. Классный прыжок она сделала. 300 оборотов вперед с огнем. Ну, это один из самых сложных в ее программе. 64,5 баллов за этот прыжок получает Кристина Ильиних. И сумма общая 326,80. Кристина довольна собой. Поздравляем Кристину. Скорее всего, ее уже не догнать. 326 баллов. Да, Виталий Королеву сейчас точно такой же прыжок покажет. И для того, чтобы догнать Ильиних, ей нужно прыгать здесь, ну, в районе 77 баллов. Это 9,5-9. Почти невозможно. Но все может быть. Хороший был прыжок. Высокий, динамичный очень такой. Молодец. Виталий, она допускает ошибку на входе в воду. Понимает, что прогнулась в пояснице. Прогнулась в пояснице. И получился такой какой-то совсем жесткий вход в воду. Вот. И заканчивает свое выступление сегодня. Виталия, поздравляем ее. Да, в хорошем настроении и Виталия Королева, и Кристина Ильиних. Маша Полякова борется за медаль. 10 баллов она проигрывала Виктории Просиковой. А у Маши как раз-таки все шансы сейчас есть. Давайте посмотрим 20 баллов назад положить согнувшись. Ах, нет, 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 нет. Маша все-таки не сможет догнать Викторию. Поздравляю, молодец. Поборолась с нашими топовыми спортсменками. Несмотря на легкую программу, нужно нельзя было ошибаться. И, в принципе, она справилась. Поздравляем Кристину Ильиних с победой. На этом, друзья, мы будем завершать нашу трансляцию. Я благодарю за поддержку Илью Захарова, олимпийского чемпиона. Матч ТВ Кубок Кремля в новую жизнь. Всем спасибо. Приходите, любите прыжки в воду. Продолжение следует...